Продолжение следует... Помните, Иисус висел на кресте? Уже висит на кресте. Он уже ничего для вас не может сделать. А они в него все плюют, да плюют, плюют, да плюют. Он уже лежит, все, его уже ногами избили. Вот, он уже ниже принтуса. Тыкают палками. Кого из вас было такое, что вы чувствуете, что вас унизили? Какая реакция? Что хочется сделать? Убить. Обидеться, убить. А уже нету сил даже сдачи давать, поверь. Уже сил нету сдачи давать. А Иисус говорит прощение. Кто в итоге победил, скажите? Прощение дает сил. Он победил. Он не обиделся. Он не проклял. Почему многие христиане обижаются? Они не поняли силы воскресения. Они не поняли значения Пасхи. Друзья, еще раз. После Пасхи Иисуса Христа, после воскресения Иисуса Христа, это глупо обижаться. Это все равно вы хотите... Вы пытаетесь переписать историю обратно. Вы пытаетесь сказать, что смерть сильнее, чем воскресение. Ничего подобного. Я бы пожестче сказал. Ничего подобного. Смерть не сильнее, чем воскресение. Иисус это доказал. Еще раз. Кто из вас говорит на Пасху, Христос воскрес? Зачем вы говорите эти слова? Почему вы не говорите, Христос классный? Почему вы говорите, Христос Иисус? Почему вы говорите, именно Христос воскрес? Да потому что воскресение, друзья, это торжество жизни над смертью. Это факт. Это факт. И нам часто не хватает, поверьте, мы часто, мы как верующие, мы живем в до пасхальном периоде. Я вам реально говорю, мы все еще пытаемся, а ну-ка я попробую, а вдруг ненависть, а вдруг обида все-таки, вдруг это тоже попробуй. А вдруг я обижусь, а его совесть заедет. И вот сюда, я обижусь, а его совесть заедет. Друзья, поймите, у вас ничего не получится. Мы живем в постпасхальном периоде. Все. Постпасхальном периоде, ну, обида не побеждает ничего. Побеждает только что? Прощение. Слышите? Прощение только может победить. Только прощение дает вам, оно окрыляет вас, оно поднимает вас выше, ну, выше, чем вы есть. Вопрос, кто из вас когда-нибудь прощал по-настоящему? Кого-то прощали? Как вы себя чувствовали в момент прощения? Классно и свободно. Возвышенно, друзья. Почему? Да потому что это факт. Еще раз, мы живем в постпасхальном периоде. Следующее еще. Смирение, друзья, утвердилось выше гордости. Слышите меня? Смирение утвердилось выше гордости. Поэтому, если вы сегодня, друзья, не хотите быть смиренным, знаете, сегодня масса конфликтов, сегодня буквально перед служением один конфликт разбирал. что мешает двум людям между собой договориться, друзья? Гордость. Что открывает... Это как, знаете, два барана на горной дороге. Дорога только для одного. Я вам хочу сказать, друзья, в живых останется один. В лучшем случае. Кто? Не факт, что это будете вы. Тот, кто более гордый. Нет, не факт. Тот, кто... Короче, у кого получится. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы у вас всегда была открыта дорога, уступите ее. Уступайте. Смиритесь. Дайте... Ну, возвысите другого человека выше, чем вы себя. Масса вещей простых. Знаете, стоят два человека. Ругаются друг с другом. Да. Знаете, как говорят в армии. Хочешь научиться командовать, научись подчиняться. Не научившись подчиняться, не научишься командовать. Это факт. Это факт. Это свечившийся факт. И последнее утверждение, которое я скажу, что произошло, друзья. С этого момента ценности стали выше возможностей. Вы знаете, часто я спрашиваю человека, что у тебя не было на воскресном служении? Там мне сейчас там работа, то-то, то-то. Друзья, мы живем, еще раз повторяю, в постпасхальный период. Скажите, у Иисуса была возможность свинтить? Да. Призвать легион. Легион ангелов. Короче, он все это мог сделать. Это возможности. Что он выбрал вместо этого? Ценности. Он выбрал ценности, и он не прогадал. Раз он не прогадал, раз он воскрес, то есть, что значит воскрес? Значит, Бог Отец посчитал его достойным воскресенья. А это значит, ценности утверждены. Друзья, не бегайте за возможностями. Не бегайте за возможностями. Ищите ценности. Сделайте Бога своей главной ценностью. Например, у кого из вас есть возможность с утра не проснуться, не помолиться, дольше поспать? И многие выбирают эту возможность. В результате что мы теряем? Присутствие Божье, ценность. Мы теряем, самое важное, друзья. Поэтому я хочу сказать, не бегайте за возможностями, бегайте за ценностями. Ценность, да, сегодня вы будете проигрышем, но завтра вечером. Например, вопрос, кто из вас с детства любил побег в футбол поиграть? Мужчины. Любили. А в это время другие что делали? Пилили с мучком эту скрипку. Сегодня вы работаете на заводе, а этот человек попиликал с мучком по скрипке и заработал три миллиона. И вы пролетели. Тот гонял в казаки-разбойники, а Крючко в это время стоял на эту грушу с резами на глазах. Я тоже хочу футбол. Я хочу на улицу, хочу к бабушке, хочу на море, хочу купаться. И лупил в эту грушу. Сегодня он за бой получил вчера. Выиграл. Сколько он получил за бой? 10,5 миллионов долларов. А вот просто так. А мы его крыльем. Вот просто так. 10,5 миллионов долларов, друзья. Поэтому не ищите возможности. Идите вслед за ценностями. Ценностями. Делайте выбор в пользу ценностей. Итак, последнее местописание даем. Римлянам 5.17. Римлянам 5.17. Запомните, с момента Пасхи, в момент Пасхи, с момента Пасхи, то есть в мгновение воскресения Иисуса Христа из мертвых, смерть и дьявол не имеют больше власти над жизнью человека. Прочитаю, смотрите. Ибо если преступлением одного, кого одного? Адама. Адам преступление совершил, знаете, да, не послушался Бога. Преступлением одного, смерть царствовала посредством одного, то тем более, приемлющее обилие благодати и так далее и тому подобное. Тем более, друзья, воскресением одного мы можем с вами воскреснуть. Вопрос, чем живете вы? Вы по-прежнему живете смертью Адама, которая отделила человека от Бога, которая сделала все невозможным, которая сделала, знаете, гулаки страйк 60 50 на 50 вашу жизнь авось повезет авось пронесет нет друзья если вы действительно принят и поверили в иисуса христа вы поверили в его воскресенье из мертвых то примите сам факт что теперь вы победитель пусть это станет вот тут вашим сознанием номер один я советую всю неделю думайте об этом всю неделю мыслить и об этом и как те книжки твои всю неделю помните и так друзья жизнь выше любой смерти это свершилось это факт еще раз повторяю жизнь выше любой смерти слышите меня жизнь выше любой смерти воскресенье больше чем смерть воскресенье больше чем невозможность воскресенье это факт это свершившийся факт чтобы не происходило вашей жизни помните самое главное жизнь иисуса выше и больше чем любая свет на вашем пути и если вы будете жить это если будете верить в это если вы будете помнить об этом друзьями что не сможет вас остановить не когда